Мы все еще переживаем предысторию, это все еще предыстория Битлз. Вот, кстати, это их записи, первая и вторая часть в Старклубе в Гамбурге. А дальше, надо сказать, что вот первая пластинка их была выпущена в Англии. Называется «Плиз Призма», я уже упоминал ее. «Плиз Призмы». И надо сказать, что когда они попали в Америку, там была параллельная серия пластинок, не соответствующая английским. Это были пластинки американские, вот, например, одна из них, вышедшая после фильма, их «Ахарт Дэйз Найт». Английская пластинка совершенно другая, по-другому выглядит. Американские отличаются, параллельно шли эти пластинки, но все-таки немножко по-другому. Некоторые пластинки содержали другие песни, замененные по мене или по воле редактора. Некоторые были добавлены, они имели другие названия. Ну, вот, например, такой же вид был выпущен белый альбом. Вот у меня их тут несколько вариантов. В разных странах выходили вот эти белые альбомы, вот, ну, с измененными вещами. Вот это вот. А почему белый, так сказать? Ну, белый, потому что они выпустили. Белый, белый, так название. Вот, видите, я даже спародировал. Да, так и поэтому назвать белый. Я даже спародировал. У меня тут написано «Пхе», не «The Beatles», а «Пхе Битлз», как в подснороде говорили. Да, да, да. «Wade Album», «Пхе Битлз», я так это написал. Потому что по-разному люди, не знаю английского языка, по-другому называли. Вот это вот, например, пластинка английская, называлась она «Рабберсо», «Резиновая душа». Это то, что они выпустили. В числе этих 15 пластинок, которые они выпустили, вот была пластинка «Револьвер». Очень замечательно. У меня тут английский и американский вариант, если совпадало. А вот эта вот, например, пластинка, уже более поздняя, скомпилированная из их ранних записей. Называется «Рождение Битлз». Это где-то выпущено в Голландии пластинка. Уже во всех странах выходили свои выпуски. Даже как в России можно. Рудик, а ты наверняка знаешь, расскажи, пожалуйста, «Зэ», что такое «Зэ» Битлз? «Зэ»? И сейчас есть вообще «Зэ» группы? Это артикл, неопределенный артикл. Артикл. А сейчас группы есть с таким вот тоже? Тоже были «Зэ», «Холлис» было много. «Зэ» или «Э». Есть они, да? Есть два артикла. «Эй» и «Зэ». И сейчас такие группы есть, да? С названиями с такими? Да, конечно, есть новые группы. Сейчас редко уже берешься. Ну реже, да. Кажется, реже сейчас стало. Это самый один из первых американских выпусков. «Виджей». Видите, вот выпускал. «Виджей». Это только в Америку входило. Они как бы еще не совсем заключили контракт. И по суду их заставили прекратить выпуск. Потому что английские фирмы ревниво следили за тем, чтобы где-то в других местах не выходило все это параллельно. Вот, пластинка тоже «Битлз» вчера и сегодня на «Кэпитале». На «Кэпитале» в Америке выходила на нескольких разных фирмах. Пока они не создали свою фирму, которая называлась «Эппл». Вот, когда они уже заработали много денег и могли организовать собственную фирму. И, значит, тогда уже они стали выходить только на фирме «Эппл». Вот, значит, ну что еще можно сказать? Вот варианты европейских выпусков. В моей коллекции есть все и все выпуски. И фирма «Мелодия» даже есть. Фирма «Эппл» отличалась тем, что этикетка ее «Яблоко». Я понимаю. Вот, и вторая сторона «Разрежная яблоко». А фирма «Мелодия» почему там есть? Короче говоря... А в Советском Союзе пластинки «Эппл»? А в Советском Союзе уже говорили об этом. Они сначала выходили на маленьких пластиночках. Потом параллельно еще и на гибких пластинках они выходили. Вот, пока... И на «Медии» выходили. Когда не появилась возможность фирмы «Мелодии» что-то копировать, частично по договорам, частично пиратским был такой момент, когда не было подписано никаких соглашений, и выходили даже пиратские, ну, государственная пластинка, но без всяких договоренных обязательств. Вот, когда вышел фильм «Хелп», значит, вот на фирме «Кэппитал» вышла пластинка. И у меня тоже разные варианты – английские, российские, голландские. Во всем мире это было очень популярно. Вот это вот, например, «Битлз» на BBC. Была выпущена специальная пластинка и концерт на BBC. Значит, короче говоря, пластинок «Битлз» – вот одна из, одна из последних, предпоследних пластинка «Эбби Роуд» знаменитая. Но всем это известно, когда они переходят «Эбби Роуд» по дороге в студию, где они записывались в Лондоне. Ну, тут много всяких слухов. Тут Поль Маккартен идет босиком почему-то. Джон Леннон летит, как птица, руки в карманах. Ну, а потом много раз породил с другими группами. Можно задать вопрос такой вот интересный. А какой у тебя самый любимый диск «Битлз»? Сложный вопрос, сложный, но все-таки вопрос такой есть. И потом вам тоже вопрос, ребята, вам тоже интересно просто. Любимый диск «Битлз». Ну, надо сказать, что я их всех люблю. Самый любимый, ну, может быть, «Рабер Сол», я его показывал уже, или «Револьвер». И есть у них рок-н-рольные чисто пластинки, которые они уже, так сказать, осознав, что они все-таки рок-н-ролисты, которые как бы продолжают вот эту цепь великих рок-н-ролистов, начиная от Эллиса Пресли, Билл Хелли и так далее. И вот пришли на лимб к ним, к этим великим рок-н-ролистам и стали в одну шеренку с ними, скажем, Чак Берри, известный человек, известный музыкант американский, который есть тоже тут в нашей коллекции. Значит, он может служить мостиком между американской музыкой и именно английской вот этой рок-музыкой, потому что практически не будь этого Чак Берри, может быть, не появилась бы группа «Роннин Стоунс», которые… Витя, а у тебя какая любимая пластинка, диск какой любимый? «Битлз»? Я много слушал дисков «Битлз», но когда я впервые услышал «Лабирот» диск, он мне очень понравился, причем, ну, просто для души, для сердца, такая мелодичная… Сережа… У меня нету как-то кого любимого… Да, я почему-то говорю, что сложный вопрос, и я только от себя хочу сказать. Я с Витей могу полностью согласиться, я лично считаю… Дело в том, что вы, наверное, знаете, что, конечно, по очереди Лат-Эдби вышел последним, после «Ной Беррот» считается вершиной, он считается вершиной «Битлз». И, честно говоря, я хочу сказать, что когда «Битлз» распалась, это была такая трагедия, потому что, когда мы жили… Вот я жил, когда я тогда в школе учился, каждый год, почти каждый год выходил один или два альбома, и мы ждали, когда выйдет новый альбом. Это была жизнь, это была наша жизнь, и когда мы лишились вот этой жизни, это был такой удар колоссальный. Ну и потом, конечно, трагедия с Леноном и трагедия с Жоржем Харрисоном. Мне интересный вопрос был, я вас и спросил вот этот вопрос. Ну, вообще, когда они распались, для всех это, как говорится, музыкантов, меломанов, это была трагедия. Да, и можно тогда секундочку тебе дадим тоже еще слово. Как ты возил все-таки пластинки тогда вот, чтобы сейчас, чтобы у нас время осталось, потом на остальное? Да. Значит, ну, во-первых, мало времени у меня было общаться с друзьями, с музыкантами, потому что ходил в моря по пять, по шесть, по семь месяцев, полжидни в море, вот. Но, значит, ну, как мы доставляли сюда СМС? Да, понятно, да. Заходим, ну, к примеру, заходим в КОРГ, Ирландия, да? Ну, например, группы были, там и особисты, и политотделок, то есть все под надзором, группы. Ну, значит, выходим группой. Ну, я всех, всех за шмутком надо идти, конечно, то есть все. Нет, ребята, сначала музыкальный магазин. Ну, у нас что, были? Магазинчики небольшие, да, вот фирма Мелодия, там Мондрус, там Зыкина тональная. Ну, то есть... Ну, там по, как бы, по тематике, да, вот эти, ну, я же рок-н-ролльщик. Ну, да. Начинал, правда, с там Билл Хэлли, Элвис Пресли, он все... Значит, и ячейки. Ну, сердце в самое развице, там, открываешь, листаешь, там, господи, боже мой, чего такое нет? Огромный магазин, ну, буквально все. И зависть берет, да, белая зависть, да. И зависть берет, денег, мамы, котейки, что делать? Да, да, да. Зарплата, там, 120 рублей, плюс, ну, там, валюты давали, там... Ты себе оставлял пластинки или на продажу возил? Какая продажа? Только себе, понятно, значит, ты настоящий, да? Я, примерно... Настоящий берламут, понятно, только себе, конечно. Ну, группа Queen. О, любимая группа, да, Queen, да. Альбомчик? Да, да, да. Я прикинул так, ага, это, значит, пол моей зарплаты. Да, вот так, да. 20 рублей, а он стоит 70 рублей. Брал... И джинсы стоили тоже, больше зарплаты стоили джинсы. Какие уже джинсы? Ну, да, когда музыка есть, да. Ну, роднику дадим слово дальше. Нет, я еще расскажу. А, да, да, давай. Надо было еще купить, купил, принес на пароход, чтобы только не видели. Это все, мало ли, кругом чека. Значит, ну, что делать? Ну, раз радист, у меня традиционную установку, там, два магнитофона проявили, все, ячейки. С нашими пластинками, с бобинами, так далее, там, даже кассеты не было, эти бобины. Что я делаю? Беру Аллу Пугачеву, вытаскиваю, туда Битлзов и там Ронинс, вкладываю, вот. Но, на свой страх и риск, если на что-то трясти, вот. Конверт уже, там, у меня, ладно, конверт. Ну, да, ну, самое главное, остановить, да, масса, диск, вот. Ну, потому что, ну, куда его, как, спрятать, ну, ну, прятали, привозили. Ну, потом в клубе менялись, да, на галерках, там, ну, то есть, что рассказывать, все это знают. Понятно, понятно. Ну, продолжим тогда, да. Наш клуб, вот, о котором он помянул, клуб филофонистов, существует уже, я не знаю, вот. Я, например, член этого клуба с 72-го года. Приходите, будем рады вас видеть. Это угол Римского Корсака и Лермонтовского. Всегда открыта дверь, вот мы по вторникам там собираемся. Вот. Вернусь к рассказу о пластинках Битлз. В Америке они уже выходили под номерами. Вот видите, римскими цифрами, это в американской серии. А вот я упомянул советские пластинки, которые начали выпускаться в России. Я вот тут, и вот, вот она. Вот это, они скопировали, это фирма «Мелодия», «Ахардельзнайт», а вот оригинал так выглядел в виде. А какой это год был примерно? Ну, это уже где-то ближе к перестройке. Ближе к перестройке. Это ты там уже был в это время, уже в Нью-Йорке уже был. Я там был, да. Здесь я прихожу, езжу с 59-го года. Приглашен был сюда по вызову фирмы «Мелодия» для того, чтобы выпустить первый официальный диск Аркадия Дмитриевича Северного, который с успехом, несколько миллионов, а может и больше, может быть и миллиардов, на пластинок была выпущена, замечательная пластинка. Но постепенно, надо сказать, что, значит, Битлз, сами Битлз, конечно, они были простые ребята, но они не были подготовлены к такой всемирной славе, когда их принимали на всех континентах, включая Австралию и Новую Зеландию, и везде их ждали, и они уже просто устали от этого успеха. Денежный стимул уже вышел из их оборота, денег они заработали уже выше головы, значит, и они начали уже каждый устраивать свою личную жизнь, включая Джона Леннона и Окаена, который бросил ради ее свою семью Синтилью и сына своего родного покинул, который позже стал тоже артистом, значит, ну, Поль Маккартни тоже женился на известной Линде, ее зовут, к сожалению, она уже нас тоже покинула, и Поль Маккартни уже двух-трех других поменял женщин, Джордж Харрисон тоже женился, и Ринго Стар и был женат, до этого все, поэтому у него и кличка такая Ринго, что у него кольцо было на пальце, и я уже сказал, группа Битлз была растащена женщинам по разным койкам, к сожалению, и была надежда до смерти Джона Леннона, что они соберутся, весь мир жил этой надеждой, но, к сожалению, Джон Леннон погиб, вот последняя пластинка Let It Be, выпущенная официально, последний диск, Let It Be, это значит, пусть так будет, на этой пластинке замечательные вещи собраны, вот, Get Back, Let It Be, великолепно, тут есть вещь, которую они исполняли, Get Back, например, на крыше собственного дома, купленного в Лондоне, где они тренировались, играли, жили, ну, это, наверное, уже все знают, но после их смерти, конечно, после смерти группы, будем так говорить, и после их официального распада выходили тоже пластинки, но это были уже компенсационные, вот, например, Beatles Talk, то есть были собраны все их интервью, вот, все их высказывания, значит, у меня несколько таких пластинок, тоже вот, Beatles Story, видите, она тоже, так сказать, состоит только из разговоров, двойник пластинок, всем людям было все интересно о них знать, все буквально, вот, ну, надо сказать, что после распада они, никто не бросил музыкальной деятельности, все прошли эту великолепную школу Beatles, и они, каждый стал делать свою сольную карьеру, и у каждого эта сольная карьера была великолепна, вот, включая и Джорджа Харрисона, который ушел от нас тоже безвременно, и Ринго Старра, которому в группе Beatles очень мало удавалось спеть, хотя он прекрасный исполнитель был, и Поль Маккартни, который сначала, так сказать, был руководителем группы Винс, потом выступал с Линдой, со своей супругой, и сейчас он выступает, и каждый его новый диск, весь мир ждет с нетерпением, так что все продолжается, и все идет на пользу музыке, потому что тот дар, который они пестовали в этой группе, каждый из них, он сохранился у них в душе, они продолжают быть музыкантами, продолжают вести активную художественную деятельность, и вся их деятельность идет на пользу миру, это замечательные люди, сами по себе, и они воспитали массу таких же хороших людей, среди их слушателей, вот что пользуют, в чем огромная их польза, поэтому я думаю, что все продолжается, а вот теперешние группы, многие продолжают их родиться, многие совершенно отлонили в другую сторону, даже непонятно, куда их зовет их музыка, или чего она написана, я говорил с некоторыми английскими музыкантами, у меня есть и в Англии друзья, и в Америке, у них нет такой уже четкой музыкальной, просвидетельной программы, которая была у Битлз, к сожалению, они уже сами не знают, куда идти, после этого можно сказать, что была выпущена антология, Битлз, три больших альбома, вот они у меня тоже тут есть, где были собраны все по скребуши, их даже, то, что они делали на репетициях, не публиковалась у них, и вот одна, так сказать, третья пластинка антологии, и была даже найдена песня Джона Леннона, записанная на такой маленький магнитофончик, которая называлась «Свободен, как птица», и Поль Маккартни допел там недостающие аккорды, и недостающие мелодии, как бы она уже была выпущена после смерти Джона Леннона, и настолько сильная песня, если кто-то не слышал, предлагаю послушать, мурашки по коже, у меня лично до сих пор, когда я слушаю их. Рудик, можно вопрос тебе задать? Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, благодаря все-таки чему вот группа «Битлз» стала группой номер один в мире? Благодаря чему? Что ее отличало от всех других групп? Группы «Битлз»? В твоем личном деле? Я уже сказал, они не просто так вот сяли, собрались, это фея музыки их мила. Это воля Господа. Они собрались по воле Господа, потому что то, что они сделали, это переменило мир в лучшую сторону. Но, к сожалению, вот теперешние ансамбли, они, так сказать, не могут действовать в том же направлении. Вот первая пластинка, кажется, вот эта антология, которая была выпущена. Витя, а ты как считаешь, благодаря чему «Битлз» стали лучшими? Мелодичность, сложность композиции, ну, как говорится, звучание неповторимое. В общем, все, как говорится, в совокупии. Сережа, а ты как? Ну, сложно ответить на это вопрос. Можно я тогда свои, сам скажу? Да тоже, я себя же могу сказать? Нет, простые люди, не имеющие никакого музыкального образования, и создали великие мелодии, которые сейчас узнают в любом моменте, играть ли джаз, играть в симфонические оркестры. Сейчас вышли пластинки, где их мелодии играли в симфонические оркестры. Это уму непостижимо, насколько надо быть талантливым, чтобы создавать такие мелодии, как Моцарт, как Бетховен. Это поразительно. Как может человек, не учившийся ни в консерватории, ни в музыкальной школе, нигде? Вот и поэтому и говорю. Голос из-за кадра можно подать? Голос из-за кадра подать. Вы знаете, конечно, я с вами согласен вообще, со всеми, о чем вы сказали, но вот я все-таки хотел бы вот на что обратить внимание. Эта группа, она, мне кажется, стала супергруппой. Еще раз говорю, я полностью со всем согласен, с чем вы сказали, но, есть еще одно но, эти люди абсолютно разноплановые в музыкальном плане. Ринго Старр, приверженец джаза, приверженец. У него мозг такого направления. Леннон, это который, как ледокол, который идет вперед, это человек, который новую мозгу создает. И два человека, Рудик, наверное, даже о нем скажет, конечно, Джорджа Харрисин, который, я считаю, тоже его не совсем заслуженно, его забыли. Два мелодиста. И два мелодиста. Сейчас, я просто, я хочу договорить. И вот это, я все понимаю, я не к этому, но все-таки он меньше, если вы авторов посмотрите, исполнителей, там, в основном, Леннон и Маккартни вообще доминируют вообще. Есть, Харрисон, Ринго Стара совсем мало, совсем. Есть, какие-то несколько композиции. Мало, мало, обидно, я говорю. А он может быть сам. Но я говорю, благодаря чему? Из-за того, что они разноплановые были, это первое. Они умели находить общий язык между собой тоже. Потому что часто группы собираются, вот любят они вместе. Вот одно, а трудно, надо развиваться так. Музыка, она должна быть разноплановая. И поэтому они создавали музыку различную. Ведь чем она, ну я-то, ну ты же, ведь у нас же не один. Ведь, я хочу, вот очень важную вещь хочу сказать, что группы Битлз отличаются от других групп. Может быть, только вот если, я бы сказал, еще Куин, может быть, еще, можно сказать, где каждая мелодия запоминается, каждая мелодия. Ведь очень много групп, где запоминается одна, он возьмите «Отель Калифорния», «Иглс» играет, только все знают только одну вещь. Такой музыки много. Битлз известна практически с любого альбома, каждая песня известна. Поэтому это, конечно, группа великая. Пожалуйста. Ты повторил уже, так сказать, мою мысль, но я хочу насчет Ринго Стара сказать. Ринго Стар, самый молодой из участников группы Битлз, прекрасный ударник, ударные инструменты, великолепный именно джазовый голос, и не просто джазовый, это свинковый голос. Первая его пластинка была выпущена даже не в группе Битлз, отдельно, Magical, по-моему... Торс. Magical Mystery Tors. Нет, это фильм. А у него было Sentimental Journey, вот, называлось, где он поет песни 30-х годов, 40-х годов, свинговые, очень хорошо. Кроме того, он великолепный киноартист, он снялся, может, 30-40 фильмов. Он там особенно не поет, а выступает просто как актер. Поэтому, надо сказать, что Ринга фигура несколько более комическая, и в группу Битлз он был взят на комические роли. Он шутник, весельчат, всем грустно, а ему весело. Вот, поэтому его взяли. Значит, известно, когда они ехали из Нью-Йорка на поезде в Вашингтон, все были усталые, всем было ни до чего, а он взял у проводника форму, кондуктор оделся, и стал ходить, проверять билеты. И все так давали ему билеты, даже не понимали, что это Ринга делает. И все, когда узнали, развеселились, и всем встал и вешал. Вот так, такую роль он всегда исполнял. А был момент, когда он тоже поник головой, когда они поехали на концерт в Австралию, они не взяли Ринга, Ринга был болен. Взяли какого-то другого ударника, который тоже неплохо стучал, все, но он не был таким весельчаком, а им было тяжело без него. Поэтому, когда они узнали, что Ринга пришел в себя, они выслали ему деньги, письмо, прилетая, и он прилетел в Австралию и занял свое место, и всем было замечательно. Так что Ринга не надо оттенять, он свою роль исполнил и выпустил массу пластинок после их распада. У него тоже сейчас порядка 15-20 дисков, замечательно, разноплановых, джазовых, блюзовых, балладных. Он очень одаренный человек. Что сказать про Джорджа Харрисона? Это, конечно, мистический человек. Сокромняга. Очень исполнил мистикой. Это сказалось как раз в индийском его направлении, его музыке. Когда они ездили в Индию и встречались с индусами, с магаражами, с разными, он настолько создавал индийскую музыку, что индусы были влюблены в него. И потом, когда они вернулись, он продолжал эту тему, именно мистическую тему. Он был замечательный музыкант. И, к сожалению, ушел из этого мира рано, будучи очень богатым человеком, и открыл свою студию для начинающих музыкантов, которых он приглашал, просто которых не было денег. Он их приглашал, воспитывал, много работал с ними. Ну, Джон Леннон... Я хочу добавить про Джорджа Харрисона. Да. Ушел в тиши практически, только семья, его проводила семья, и прах его, правильно, о чем ты говоришь, был развеян, развеян. Да. 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 Да.